МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате российского ракетного удара по городу Краматорск в Донбассе погибли не менее 10 человек, среди них трое детей. Владимир Путин открыто признал, что устроившее мятеж ЧВК «Вагнер» давно финансируется государством. Совет Тейпов Ингушетии потребовал от президента России освободить осужденных организаторов протестов против земельного соглашения с Чечнёй, сославшись на закрытие дела против Евгения Пригожина. Также сегодня... Страна, в которой победил фашизм, огромная территория, погруженная во тьму, живущая в энергии заблуждения. Не побоюсь этого слова, варварская на сегодняшний день территория, огромная, с ядерной кнопкой, с нежеланием критического мышления. Актёр Анатолий Белый о ситуации в современной России. Субтитры создавал DimaTorzok Все, разруха. Вот это я вижу. Это страх, ужас. 21 век на дворе. Это я не знаю, как передать. У меня сыночек погиб на войне. Мне так тяжело сейчас, понимаете? У меня нет возможности показать вам страшные кадры из города Краматорск в Донбассе, по которому Россия нанесла ракетный удар, но мне кажется и потому, что вы только что слышали, можно себе представить, какая трагедия там случилась. Ракета типа «Искандер» попала в здание ресторана. Подтверждена гибель не менее 10 человек, среди них трое детей, больше 60 человек ранены, среди них 8-месячный ребенок и несколько иностранцев, сотрудников международных гуманитарных организаций. На этом фоне, как мне кажется, особенно цинично звучали вчера из Кремля заявления об успешном и, как утверждается, почти бескровном подавлении так называемого мятежа ЧВК «Вагнер», которое якобы предотвратило гражданскую войну. Бывший охранник Владимира Путина, ныне командующий Росгвардией Виктор Золотов, о котором во время мятежа ничего не было слышно, гордо рассказывал журналистам, что росгвардейцы готовились к худшему, но «Вагнеровцев к Москве», утверждал Золотов, ни в коем случае не подпустили бы. Мы концентрили все кулаки, все силы именно на поступках к Москве, потому что если разбрасывать группировку разных, ну они бы просто прошли сквозь них, знаете, как нож сквозь масло, поэтому нужно было сосредоточить кулак для отражения. Это был командующий Росгвардией Виктор Золотов. Владимир Путин попытался превратить события 23-24 июня в свой триумф. Он выступил вчера в Кремле с крыльца Грановитой палаты, раздал награды военным, подавлявшим мятеж, а потом встретился с силовиками. И, как часто бывает, когда праздник создается искусственно, проговорился. Он, пытаясь продемонстрировать предательскую сущность мятежников, открытым текстом сказал, что российское государство их же и финансировало. Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. С мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. При этом собственник компании «Конкорд» через военторг за год получил от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей. Это был Владимир Путин. Замечу, кстати, что Евгений Пригожин вслед за Алексеем Навальным пополнил список тех, кого Путин никогда не называет по фамилии. С момента начала мятежа Путин публично выступал уже несколько раз и фамилию Пригожина так и не произнес. Вообще Владимира Путина ни раз, ни два, да и ни три ловили на лжи. И вот президент России попался еще один раз. Найти его заверение в том, что российское государство не имеет к ЧВК «Вагнер» никакого отношения, совсем не трудно. Вот запись, сделанная летом 2019 года, Путина тогда спрашивали про участие ЧВК «Вагнер» в боевых действиях в Сирии. Что касается частных компаний, частных охранных компаний под эгидой, которые действуют, люди, о которых вы упомянули, они там действительно присутствуют, значит, это не государство российское, и они не являются участниками боевых действий, к сожалению, это и к счастью. Но во всяком случае там решаются вопросы экономического характера, связанные с экономической деятельностью. Но это не российское государство, не российская армия, поэтому мы здесь ничего не комментируем. Вчера в Кремле, комментируя коммерческую деятельность Пригожина, Путин не удержался от ремарки, которую вы сейчас услышите. Президент России опять же открыто признает, что без коррупционной составляющей коммерческая деятельность в стране, которой он руководит, практически невозможна. Заработали 80 миллиардов рублей. Ну, надеюсь, что вот в ходе этих работ никто ничего не украл, или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, мы будем, конечно, с этим совсем разбираться. Я вчера цитировал по появившемуся в информационных агентствах тексту заявление Александра Лукашенко по поводу его роли в подавлении мятежа в России. Упомянул я и о том, что пресс-служба Лукашенко не торопилась публиковать видео его выступления. Точно сказать, почему так произошло, я не могу. Замечу только, что, к примеру, изменилась версия начала переговоров Лукашенко с Пригожиным. Если раньше пресс-служба Лукашенко утверждала, что Путин попросил его выступить посредником, то теперь, по версии самого Лукашенко, он это предложил Путину сам. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина. Мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал, слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Говорю, как с ним связаться? Дай телефон. Мы установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростова. Разговор – эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Я говорю, Женя, никто тебе, ни Шойгу, ни Герасимова никого не отдаст. Особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться, по телефону разговаривать не будет, в силу этой обстановки. Молчит. Но мы хотим справедливости, нас хотят задушить, мы пойдем на Москву. Я говорю, на полпути тебя просто как клопа раздавят. Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю, Евгений, никакого кровополития. Как только ты нарочно-ненарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, все. Никаких с тобой переговоров не будет, и я с тобой разговаривать не буду. Он мне поклялся. У нас вот такой цели нет, и я вам кляну, что этого не будет. Это был Александр Лукашенко. Когда пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова спросила, планируется ли награждение Лукашенко за его участие в подавлении мятежа Пригожина, Песков ответил, что ему о таких планах неизвестно. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 28 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Все ключевые участники событий 23-24 июня в России рассказывают о том, что удалось избежать большой крови, что они не хотели проливать русскую кровь и так далее. И тут опять, вольно или невольно, и Лукашенко, и Путин, и Пригожин дают понять, сколько стоят в их глазах человеческие жизни, в том числе жизни мирника, как выразился Пригожин в одном из заявлений во время мятежа по поводу мирных жителей. Собственно, вот что Пригожин рассказывает о потерях своего ЧВК при, как он утверждает, авиаударах по полевым лагерям вагнеровцев. Большой крови он тут не видит. Все эти жертвы не помешали ему довольно быстро договориться с Кремлем через Лукашенко. Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам был нанесен ракетный удар. И сразу после этого отработали вертолеты. Около 30 человек бойцов ЧВК «Вагнер» погибли. Некоторые получили ранения. Во время всего марша не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам. Но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары. Это был Евгений Пригожин. При этом информационные агентства цитировали его слова о том, что самолеты и вертолет сбил, цитата, глупый ПВОшник, который бил по всему, что взлетало. А вот как в социальных сетях отреагировал на закрытие уголовного дела против Пригожина Андрей Бабаев, отец 24-летнего Кирилла Бабаева, пилота одного из боевых вертолетов российской армии, сбитых вагнеровцами. Андрея Бабаева цитирует телеграм-канал «Астра». По его мнению, если указание закрыть дело дал Владимир Путин, то все справедливо. Если слово о закрытии дела дал президент, то справедливо. «Расследование еще не закончено. По факту гибели моего сына проводятся расследования военными. ЧВК никаких извинений мне не приносили. Я получил извещение о смерти сына в социальных сетях в 10 часов вечера в субботу, а перед обедом уже пришли официальные представители командования и сообщили о гибели Кирилла. Опознать тело нам не давали. Сказали, там нечего опознавать. Они горели, они были подбиты, они падали с большой высоты. Похороны были сегодня. Гроб был закрытый. «Погибли три члена экипажа, включая моего сына. Командир выжил, но тоже в плохом состоянии». Это было заявление в социальных сетях Андрея Бабаева, отца одного из пилотов боевых вертолетов, сбитых вагнеровцами во время недавнего мятежа. Андрея Бабаева процитировал телеграм-канал «Астра». Нельзя не признать, что вокруг закрытого дела о мятеже очень много неясностей. В сообщениях в прессе говорится то о закрытии дела лично против Пригожина, то о закрытии дела о попытке вооруженного мятежа вообще. Пишут также, что военные продолжают свое расследование. Федеральная служба безопасности России заявила, что дело закрыто, так как участники мятежа решили прекратить свои противоправные действия. О жертвах мятежа, финансовом ущербе мы уже много говорили. Впрочем, Маргарита Симоньян, я это высказывание тоже приводил, сформулировала довольно ясно. При необходимости для режима в России правовые нормы, как она выразилась, идут лесом. Да и прекращенное дело очень легко может быть вновь возбуждено, было бы желание. Но публичные заявления о закрытии таких дел, как дело против Евгения Пригожина, в любом случае могут иметь для Кремля очень серьезные последствия. Так как создают прецедент. И первый пример уже есть. Совет Тейпов Ингушетии обратился к Владимиру Путину с просьбой освободить семерых лидеров протеста против земельного соглашения с Чечней. Конфликт вокруг проведения границы между Чечней и Ингушетией произошел в 2019 году и привел к массовым протестам среди ингушей, посчитавших, что Чечня отбирает их законные территории. Лидеры протеста были осуждены по обвинению в организации управления насилием в отношении представителей власти. В обращении к Путину, которое зачитал брат бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова Магомед Погоров, есть прямая ссылка на решение о закрытии дела о мятеже. Все, что они совершили, в одночасье с них снято все обвинение. И тут же вами изданы были два указа об освобождении лиц, которые находятся в местах заключений, которые не относятся к особо тяжким преступлениям и в отношении мобилизованных и контрактников. Хотелось бы вам задать вопрос, уважаемый Владимир Владимирович, как верхонному главнокомандующему. Так называемые митинговые вопросы, по которым осуждены наши соотечественники и находятся по сфабрикованным делам. Единственная их вина заключалась в том, что они просили вас, как гаранта Конституции, восстановить их попранные права, защитить Конституцию Республики, территориальную целостность. И вместе с тем, можно сказать, ни за что вот сегодня они находятся в заключении. Вся их вина заключается в том, вы как-то сказали, нечего было бросать бутылки. Да, кто-то нашелся, молодой, может быть, не дающий себе ответа, швырнул эту бутылку. Но вагнеровцы не стреляли тоже с рогатки, сбивая летолеты, самолеты, оставляя за собой след убитых. Не буду я их обвинять ни в чем. Они смелые, молодые ребята, которые выполняют по-своему свой воинский долг. Но мы хотели бы, как Совет Тепа сегодня, очередной раз сказать, что эти люди, которые сегодня находятся в заключении, они ни в чем не виноваты. Им своприкрывали моментом уголовные дела, обвинив их в экстремизме. О каком может быть экстремизме вопрос, когда ингушский народ никогда не знал, что такое предательство. Обыкновенный митинг, санкционированный, перевели в статью мятежа и обвинили их в экстремизме. Накануне вот сейчас у нас праздник, очень большой праздник, Курбан-Байрам. Он касается всех мусульман. И просили бы вас, уважаемый Владимир Владимирович, так же, как вы сняли обвинение в течение нескольких часов с тех, которые творили бесчинство, предательство, как вы сказали, ударом в спину ножом. Их вы моментом пригожено перевели в Белоруссию, Чувака, Вагнер, кто переходит в наш Минобороны, кто остается в том же составе. Владимир Владимирович, наша просьба единственная заключается в одном – освободить и наших ни в чем не повинных людей. Это было обращение Совета Тейпов-Ингушетии к Владимиру Путину. Вы слушаете «Время свободы». Как я уже упоминал, страны Запада считают мятеж пригожено внутренним делом России, хотя руководство этих стран внимательно за происходящим следило. Главная озабоченность была связана с тем, что ЧВК «Вагнер» может захватить ядерные объекты в России. Кроме того, усилились опасения, что на фоне внутренней нестабильности в России Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия против Украины. Тем не менее, представитель Комитета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил на своем брифинге, что у американской разведки нет данных о готовности России пойти на такой шаг. «Россия — ядерная держава. Мы следим, насколько это возможно, за стратегической позицией России, за ее ядерным потенциалом, и это наблюдение продолжается. И мы не видели, кроме шумной риторики, ничего, никаких признаков того, что есть какое-либо намерение применить ядерное оружие на территории Украины. И я также могу заверить вас, что мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу собственную стратегическую позицию сдерживания. Мы также дали понять всем нашим союзникам и партнерам, что Соединенные Штаты не были вовлечены и не будут участвовать в этих событиях, поскольку мы рассматриваем их как внутренние дела России. То же самое мы передали самим русским по соответствующим дипломатическим каналам». Это был представитель Комитета по национальной безопасности США Джон Кирби. Союзники Украины постоянно усиливают санкции против России и сотрудничающих с ней международных компаний и финансовых институтов с тем, чтобы сократить возможности России закупать и производить различные виды оружия. Тем не менее, способы обойти эти санкции сохраняются, и, как выяснили мои коллеги из Кыргызской и Казахской служб радио Свобода, в этих схемах используются в частности компании стран Центральной Азии. Результаты расследования представит журналист радио Азатык Курбат Касымбеков. В столице Кыргызстана, например, у журналистов Азатыка особый интерес вызвала компания RM Design and Development. Она была утверждена и открыта в Бишкеке спустя всего несколько недель после полномасштабного вторжения России в Украину. Изучив таможенные документы, журналисты установили, эта фирма, начиная с апреля прошлого года, отправила микрочипы крупными партиями несколькими российским компаниям. Одна из них зарегистрированная в Ижевске фирма «Микроприбор». Ей бишкекская компания осуществила более 300 поставок разновидности видов товаров двойного назначения, которые входят в санкционный список США как высокоприоритетные из-за того, что используются в российском вооружении. Точно такие же компоненты, как утверждают расследователи, в прошлом году украинские спецслужбы обнаружили в подбитых российских БМП «Басурманин» боевых машинах пехоты, оснащенных комплексами радиосвязи «Акведук». Еще одной российской компании санкт-петербургская компания «Регионпроф» кыргызстанская фирма «Арэм Дизайн и Девелопмент» осуществила не менее 500 поставок. Ей она отправляла американские микроконтролеры «Атмель». Компоненты этих изделий также были обнаружены в подбитых на войне в Украине российских вертолетах, дронах и средствах связи. Журналисты выяснили адрес компании поставщика в Бишкеке. Как оказалось, зарегистрирована она в свободной экономической зоне и совсем не активна. Со слов охранников территории, офис компании практически всегда закрыт и сотрудников там не бывает. Расследователям удалось связаться по телефону с учредителем и главой компании «Арэм Дизайн и Девелопмент» неким Шакиром Маровым. Разговор получился коротким. «И у вас получится встретиться с нами сегодня? Мы можем приехать в ваш офис?» «Если его нет, номер запишите. Человек — это мой зам, он занимается всеми вопросами. С ним созвонитесь». Не менее коротким выдался и телефонный разговор с заместителем Марова. «Не считаете ли, что ваша компания «Арэм Дизайн и Девелопмент» создана для того, чтобы помогать, может быть, России избежать западные санкции тоже? «Ну, ну, ну, я понял. Ну, я суть вопроса понял. Давайте мы тогда, я не знаю, может быть, какой-то текст подготовим». В итоге никакого ответа журналисты не получили. Еще одной компанией в Бишкеке, которая осуществляет поставки электронных товаров в Россию, как выяснили расследователи, является закрытое акционерное общество «ГТМЕ-технологии». Открылась эта компания в июне прошлого года и успела за короткое время осуществить не менее 80 поставок в Россию. Среди отправленных ею товаров микросхемы, диоды, конденсаторы и другие электроприборы производства западных компаний, таких как «Тексас Инструментс», «Аналог Девайсис», «Инфинион» и «Майкрочип». Попытались журналисты в Бишкеке также найти офис компании «ГТМЕ-технологии». По адресу, указанному в реестре Минюста, оказалось, что по нему никаких офисов журналисты Азатыка не обнаружили. Но потом смогли связаться по телефону с учредителем компании некой Наргизы Марселевой. И вот что она сообщила. «Мы не имеем возможности комментировать, в том числе опровергать ваши предположения и вопросы, так как информация о коммерческой маркетинговой деятельности предприятия, включая то, является ли какое-либо предприятие нашим заказчиком или не является, относится к коммерческой тайне». Тем временем казахстанские журналисты-расследователи «Радио Свобода» Азатык выявили также несколько фирм-поставщиков товаров двойного назначения. Среди них зарегистрированная в Алматы компания «Эльтекс Алатау». Журналисты изучили таможенные документы и выяснили, что эта компания только за один день осуществила более 100 поставок электронной продукции своему официальному партнеру в России телекоммуникационной компании «Эльтекс». На сайте другого официального партнера российской компании «Эльтекс МСК» кстати, отмечается, что ее постоянными клиентами являются Министерство обороны России, Служба охраны Кремля и Федеральная служба безопасности. Алматинская компания отправляла в Россию американские ресиверы. Эти устройства используются для приема и передачи радиосигналов. И точно такие устройства были обнаружены на поле боя в Украине в прицельном приспособлении «Сосна-У», которыми, в свою очередь, оборудованы российские танки Т-72Б3М. Еще одна компания в Алматы, которая вызвала интерес расследователей, компания «Элемгрупп». В этом здании, в центре южной столицы Казахстана, она открылась спустя всего три недели после начала войны в Украине. Только в январе этого года «Элемгрупп» осуществила как минимум 300 поставок электроники в адрес Санкт-Петербургской компании «Стрелой Екоммерц». По данным сайта clearspending.ru, где аккумулируются все сведения о госзакупках в России, компания «Стрелой Екоммерц» поставляла диоды компании «Русалокс». Та, в свою очередь, является дочерней структурой «Роснано» и активно до этого участвовала на выставках, посвященных военной мощи России. Учредили алматинскую компанию российские бизнесмены Владислав Желяев и Кирилл Туляков. Причем Туляков, как выяснили журналисты, одновременно является учредителем фирмы «Стрелой Екоммерц». В марте этого года россияне передали «Элемгрупп» гражданину Казахстана Максату Артыкову. И вот что он ответил журналистам относительно поставок санкционных товаров в Россию. Вы знаете российскую компанию «Стрелой Екоммерц»? Ну, я вам не уполномочен отвечать на такие вопросы. Я многие компании знаю. А вы знаете, да, Желяев Владислав Викторович и Туляев Кирилл Евгеньевич? Не могу вам сказать, что я знаю таких людей на сто процентов. Может быть, и встречался с ними, но не могу сказать, что я их знаю. А вы не думаете, что помогаете России обойти санкции? Ну, я так не считаю. Может, вы так считаете. Я так не считаю. Потому что наши товары используются повсеместно. Я говорю, даже в вашем светильнике, даже в светофоре на перекрестке. Что касается Астаны, то журналисты там вышли на след компании «Астарис». В поисках ее юридического адреса расследователи пришли в каворкинг-центр в одном из дорогостоящих жилых комплексов столицы Казахстана. Сотрудник центра сообщил журналистам, что это место компании часто используют для регистрации, но никаких офисов сами не открывают. Журналисты установили, что владельцем Астариса является гражданин Белоруссии Александр Скоробогатый, который является также главой логистической компании в Смоленске. Отвечать на вопросы о поставках в Россию он отказался. Расследователи отмечают, что компании, как в Казахстане, так и в Кыргызстане, которые, по всей видимости, помогают России получать необходимые для ее военной техники западные технологии, используют различные способы доставки грузов. Чаще всего, как отмечается, товар даже не заходит на территории Кыргызстана или Казахстана. Он оформляется, как груз, идущий в Бешке, Калматы или Астану, при этом фактически доставляется в Россию. Расследование Кыргызской и Казахской служб Радио Свобода о том, как компании из стран Центральной Азии помогают России обходить введенные против нее санкции, представил журналист Радио Свобода Курбат Косымбеков. И закончу сегодня фрагментом интервью, которое «Голосы Америки» дал российский актер Анатолий Белый, осудивший войну России против Украины и уехавший из России сразу после начала полномасштабной агрессии. Анатолий Белый привез в США на фестиваль «Вишневый сад» свой моноспектакль «Я здесь», в котором он исполняет стихи Жени Беркович, обвиняемый сейчас в России в оправдании терроризма за театральную постановку «Финист Ясный Сокол» о девушках, уехавших в Сирию к боевикам исламского государства. Автор пьесы Светлана Петричук проходит по тому же делу. Обе они находятся под стражей, несмотря на всю абсурдность обвинений против Петричук и Беркович уголовное дело никто прекращать не собирается. И вот что Анатолий Белый говорит о ситуации в современной России. «Я считаю, мое глубокое убеждение, что то, что произошло, это катастрофа такая глубокая, которая не дает будущего этой стране. Страна, в которой победил фаршизм. И мы видели в истории уже пример одной такой страны, которая смогла на сегодняшний день это изжить. Покаяние произошло в довольно-таки небольшой сравнительно по отношению с Россией европейской стране, что очень важно, ментальность. Огромная территория, погруженная во тьму, живущая в энергии заблуждения. Не побоюсь этого слова варварская на сегодняшний день территория. Огромная с ядерной кнопкой, с нежеланием критического мышления, с невозможностью и незнанием, что такого свобода на протяжении всей своей. Я об этом говорю, это, господи, боли страшные. Мне больно за нее, горько за страну, ужасно». Это был российский актер Анатолий Белый. Выслужили информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода.Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин